В нашей организации «Радуга» собрались удивительно добрые, отзывчивые люди. Многодетные мамы, инвалиды, те, кто в свое свободное время уделяют тому, чтобы помочь другим. Это очень интересные люди сами по себе. Среди них очень много талантливых людей. Если говорить про нашего председателя организации, это просто как мотор, который своим энтузиазмом, своим задором, своей жизненной энергией просто заражает всех. И мы объединились вокруг нее, такие же мамы многодетные, которым очень важно, чтобы у нас на севере тоже люди согревались внутренним теплом. Потому что люди на севере удивительные. Это люди беззаветного мужества. Я здесь родилась, я прожила здесь все детство и вернулась потом. Потому что здесь у людей чувствуется какая-то внутренняя свобода. Просто душевные, спокойные, уверенные в силе люди. Такие немножечко, правильно сказать, замороженные. То есть нет в них горячности, которая присуща людям южных регионов нашей страны. Спокойная, размеренная жизнь, очень взвешенные эмоции. Это как-то очень импонирует. Мне не хватало, когда я жила в других регионах страны, вот именно вот такой вот внутренней свободы общения людей. Организация «Радуга» наша занимается благотворительностью. В данный момент мы собираем гуманитарную помощь для отправки в регионы проведения специальной военной операции. Принимается помощь как вещевая, так и продовольственная, медикаменты. Все, что мы отправляем, мы получаем обратный ответ, получаем видео, получаем фотоматериалы, что помощь доходит именно туда, куда нужно. Последний раз мы отправляли в Луганск, нас отводили наши волонтеры. У нас даже пришло благодарственное письмо от командования в возыск специальной военной операции для нашей организации, для руководителя нашей организации. Это очень радостно, что идет ответ, идет признание нашей деятельности, и как это воодушевляет на дальнейшую работу, и хочется и дальше собирать. В данный момент мы начинаем собирать, уже объявили о сборе 17-й партии. То есть до этого все эти партии были отправлены. На севере долгое время у нас работало «Окно добра». Оно и сейчас работает. В последние два года у нас идет сбор именно для гуманитарной отправки для жителей Донбасса и Луганской области. Это очень важно помогать, даже если бы у меня не служили дети. Но это очень важно помочь, потому что мы в свое время тоже пережили и в 90-е годы очень тяжелые времена, когда просто было напряжено очень. С едой, с покупкой каких-то вещей для себя, для семьи. И понимаем, как никто, как это тяжело и насколько важна эта помощь. В настоящее время мы работаем по двум проектам. Мероприятия организуются по двум проектам. Проект «Ангела Севера». Сюда входит программа «Окно добра», «Визиты добра», «Пища добра». Каждую субботу у нас проходит кормление бесплатное горячими обедами. Мамы на своих кухнях с любовью готовят горячее питание для того, чтобы помочь тем, кто не может себе приготовить еду, приносит. И мы разводим. У нас автоволонтеры разводят по домам нашим подопечным горячее питание в контейнерах. Продовольственные наборы собираем тоже для них, но это к праздникам. И все это входит в проект «Ангела Севера». И «Визиты добра», и «Окно добра», и «Пища добра». «Ангела Севера» — это люди, волонтеры, добровольцы, которые теплом своих сердец согревают наш Север. И еще гуманитарная помощь и вся патриотическая направленность мероприятий, они у нас идут по проекту «Все для фронта, все для победы». То, что мы собираем, специально сделали отдельный проект, чтобы люди подключались именно к тем, кто поддерживает патриотическое движение. Потому что в настоящее время любовь к Родине, мы обязательно должны нести как знамя, чтобы оно развивалось и над нашим Севером, и над нашей страной, чтобы мы шли к победе с гордо поднятой головой, и зная, что мы что-то внесли в какую-то свою частицу для нашей победы. Нам очень важно уловить связь поколений. Наши отцы, деды, те, кто еще остались в живых, ветераны, они очень много могут передать молодым. Поэтому мы проводим мероприятия, которые именно настраивают связь старшего поколения, те, кто пережили в детстве годы войны, те, кто еще помнит по рассказам своих родителей, очень много эпизодов, которые они могут рассказать, передать детям. Это очень было важно еще до начала специальной военной операции. А сейчас на основе вот этого опыта, который люди передают своим детям, в них очень много ноток патриотизма, любви к родине. Это очень важно передать для духовно-нравственного воспитания молодежи, детей, подростков. У нас в нашей организации много детей, поскольку дети, семьи многодетные, детей много, они с удовольствием ходят к нам на наши мероприятия. У нас есть творческие кружки, они не называются кружки, в общем-то. Мастер-классы декоративно-прикладного творчества. У нас есть замечательные мамочки, просто мастера на все руки, которые проводят эти классы с любовью, с сознанием предмета. И дети очень много берут из этих. Потом делать какие-то поделки, мы организуем выставки, конкурсы рисунков проводим для детей. Вот сейчас, например, у нас будет День матери, тоже будет объявлен конкурс рисунков. Поэтому проводится большая работа именно с детьми, и именно по духовно-нравственному воспитанию. Это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова